Всем привет, друзья! С вами Нильф Горн, это игра Trailmakers Alpha Demo, начальная версия вообще еще не доработана и тому подобное, поэтому, ребят, если что, категорично к этому не относитесь. Я прошел всю, как бы, вот эту карту, и теперь я в сандбокс-режиме, в котором мы теперь можем строить что угодно и в любом количестве, и, конечно же, первое, что, наверное, интересно, это самолеты. Да, человек всегда стремился ввысь к небесам и тому подобное, но вот у меня руки из другого места совершенно растут, и самолеты я строить не умею. Я не авиастроитель, я вот эту вот постройку самолетов знаю чисто теоретически, да, и то таким, знаете, легким-легким намеком. При этом при всем, ну, в каждой игре есть всегда свои нюансы полета, свои нюансы постройки самолетов, свои нюансы постройки летающих устройств. И поэтому здесь это довольно-таки тоже сложно, и, ребят, когда вы пишете, типа, фу, ты не можешь строить, ну, я уверен, что вы тоже не сразу же взлетите, как птица, парящая в небеса в этой игре. Можно сказать, первое, что у меня получилось, это просто хотя бы взлететь. Взлететь и неуправляемый полет просто. Во-первых, здесь непонятно, как работают двигатели. У меня стоит вот здесь вот, видите, вот, ну, такое вот маленькое устройство, да, то есть один реактивный двигатель. Смотрите, в чем прикол. Вот стартует с горки, никаких больше двигателей не добавлено. Куда разгоня... С чего он разгоняется? Почему разгон такой пошел? Почему началось заваливание? Почему такая вот скорость увеличивается? Я не знаю, ребят. Я не понимаю, почему и откуда берутся вот эти скорости. То есть вот смотрите на скорость внимательно, когда я начинаю разгон. Все, вот я взлетел. Вот он... Вот, вот сейчас вот куда... Понимаете, я... Вот, вот сейчас куда я лечу? Ха-ха-ха. Ну, я понимаю, что сейчас я падал, как бы, и работал вот этот... Здесь вот этот момент немножко непонятен. То есть мне, допустим... Сейчас, в принципе, я должен был прямо лететь. Вот, вот сейчас вот. Вот, давайте вот, держим. Почему я взлетаю? Почему я взлетаю? Именно поднимаюсь, надо... Эээ... Поднимаюсь над землей. То есть я не тягой двигателя толкаю себя, а каким-то непонятным... Какой-то непонятной подъемной силой. То есть такое чувство, что сейчас срабатывает какая-то вот непонятная подъемная сила. И я с нее как-то стартую, а потом меня заваливает резко вниз. Вот видите, да? Да, то есть... И здесь вот этот... Что? И вот это вот здесь вот немножечко непонятно, ребят. Серьезно непонятно. Вот вроде бы должно как быть, да? То есть я сейчас должен... Вот, взлетел, ровно взлетел. Видели? Но меня сразу опять почему-то заваливает. С включенным двигателем. Выключенным двигателем. Непонятно. Давайте попробуем немножечко по-другому. Попробуем мы так, что уберем вообще вот этот реактивный двигатель. И поставим... Ну, обычный двигатель. Да. Попробуем поставить обычный двигатель. Взлететь я и получается на нем смогу. Колеса-то у меня стоят. Попробуем. Но теперь, видите, у меня заваливает... Заваливает заднюю часть. Просто вот... Притом так резко это делается, как будто... Как бы это объяснить? Как будто прям вот... Я даже не знаю, как это. Ладно, давайте попробуем наперед двигатель поставить. Подумаю, что... Как бы... Сейчас перевешивает. Вы видели? Притом такая подъемная сила заднего крыла. Да безумие, да? Что... Что... Почему так вот? Ладно, окей. Предположим, слишком... Я сейчас разные варианты установки крыльев попробовал. В любом случае у меня задок. Вот задок приподнимается и заваливается вперед. То есть, вот, что бы я ни делал, как бы я крылья не переставлял. Вот так вот происходит постоянно вот так вот. Вот. Скорость большая. Подъемная тяга невероятно огромная. Почему так происходит? Я не понимаю. Конечно же, сейчас вы напишите очень много комментариев по поводу того, что я что-то не умею делать. Но... Допустим, допустим. Как вот... Ну, просто по логическим мыслям мне сейчас нужно нагрузить заднюю часть, да? То есть, чтобы просто она не приподнималась. Так? Нагружаем. Что... Что, простите, произошло? Окей. Нагружаем заднюю часть. Пытаемся взлететь. А вот тут-то не было. Пожалуйста. Я не понимаю, ребят. Я не понимаю. Такое чувство, что... Такое чувство, вот... Вот такое чувство, что... Здесь сейчас где-то... Ну, когда я пытаюсь взлететь... Очень такой мощный поток на заднее крыло, да? То есть, на заднее крыло дается, и вот меня из-за этого переворачивает. Притом, когда я вот, типа, пытаюсь вот здесь вот стартовать. Может быть, на самом деле так получается? Так, я поменял место, чтобы была ровная поверхность. Может быть, там реально склон и ветер, который не показан. Кто знает, что в этой игре есть, а чего нету. Пытаемся взлететь. И вот здесь вот, можно сказать, у меня получается. Но, во-первых, опять же, видите? Как будто... Вот, вот вы видели? То есть, такое чувство, что когда я вот отрываюсь от земли, резкий дается поток под крылья, и меня прям... Я прям взмываю ввысь. А потом почему-то начинаю... Вот смотрите, резко. Я ничего даже не жму. Бам! Я, то есть, резко взлетаю. А потом начинаю резко падать. В чем прикол? Я, типа, не понимаю. И почему так происходит? Почему так происходит? Вот я даю даже максимальный, и все. Я выше подняться не могу. Тупо подняться не могу. Но здесь боль... Вот, я могу точно сказать, что здесь лучше управляется, чем, допустим, там управлялся. Там прям меня сразу заваливало. А здесь как-то вроде бы получается управлять. Не знаю, почему и от чего это зависит. Так, выехал вот на ровную поверхность более-менее. Давайте попытаемся взлететь. Я вот прям... Я пытаюсь изо всех сил поддерживать ровную... Я лечу, ребят. Да, меня... У меня нету поворотных каких-то двигателей, чтобы... Ну, все, вот, понесло меня, все. У меня нету каких-то поворотных двигателей, чтобы как-то влево-вправо поворачивать. То есть, я могу либо прямо лететь, но меня почему-то сносит постоянно, да? Ну, либо все, только прямо, точнее, я могу лететь. Но, в принципе, в теории... В теории здесь как бы получается. Так, давайте камеру вот такую, хотя бы ей управлять мы сможем. Вот видите, он резко взлетает. Как будто у меня какие-то стартовые двигатели. Вот. Вы видите, что происходит? У меня почти... У меня почти получилось на остров взлететь на этот. Вы видели? Ну, вот это вот прикол. Вот это мне понравилось. Ха! Так, ну-ка, еще разочек. Так, оп. Ну-ка, мне понравилось прям. Тяжело, но можно, ребят. Тяжело, но можно. Типа, все, вот меня все в завал понесло, но... Нет! Нееееет! Упал, но... Ребят, ну, в принципе, полет здесь можно осуществить, конечно. Это будет очень-очень-очень-очень тяжело и непонятно, но... На прямой поверхности. Только на прямой поверхности. Если мы это делаем с какой-то вот... Горки. Нет. Вот вы издеваете, что ли? И сейчас у меня получается нормально... Парить, типа. Меня... Меня носят, да. Вот меня сейчас тупо разворачивают. Непонятно почему. Не пон... Ребят, я не понимаю. Я не понимаю здесь этот полет. Вот, серьезно, немножечко вот прям до меня не доходит. Еще один вариант. Спереди двигатель. Таким образом, вот, крылья расположены. Все очень просто. Стартую. Пытаюсь взлететь. Как видите, жопа приподнимает опять. Опять жопа приподнимает. Можно предположить из-за того, что у меня как бы двигатель толкает... Ну, он сверху же находится. И он как бы... Не знаю. Я не знаю, что можно предположить на самом деле. Вот почему меня... Почему здесь проблема... У меня, по крайней мере. Постоянная проблема того, что хвост заваливается вперед. Я не понимаю, его прям перековыркает его. Поставил, значит, я двигатель под низ. То есть теперь он как бы тягу будет давать под крылья... Ну, я вот так вот это представляю. Скорее всего, это неправильно. И, скорее всего, опять же, я ошибаюсь. Вообще, в постройке самолетов. Но, опять же, пытаемся взлететь. И опять у меня... Вот прям я... Я... Я, ребят, не могу управлять. Он куда-то его... Я не жму ни двигатель. Смотрите, что происходит. Этот... Вы хотите сказать, самолет должен себя вот так вот вести? Это вот... Вы считаете, что самолет должен себя вот так вот вести? Это, по-моему, неправильно. Это, по-моему, совершенно неправильно. Я не знаю, почему так происходит, ребят. И кто мне сейчас... Вот так вот самолет, любой... Не самолет даже, а вот любое устройство с крыльями... Оно в воздухе вот так вот крутиться на одном месте не может. То есть я думаю, если я там на середине где-то не дал тяги... То я бы так и крутился в воздухе. Ребят, что-то здесь непонятно с полетом. Вот вы уж меня простите. Я, наверное, сейчас, как сказать, сломаю, наверное, все планы вот этих архитекторов самолётостроителей. Но так самолет, по-моему, не должен себя вести. Вот я пытаюсь... Я из-за всех... Вот у меня опять начинается носить. И понеслась. Ну, здесь ладно, я хотя бы врезался об землю. Хотя бы врезался об землю. Хотя бы. Так. Ну, здесь как-то... Вот, понимаете, я не даю тяги. Куда он разгоняется? 270, 280, 200... 300! Я вообще тяги никакой не даю, ребят, понимаете? Я никакой тяги не даю. Он куда-то каким-то образом невообразимым разгоняется. Я этого не понимаю. Попытался ради прикола посмотреть, что будет, если переверну крылья, а ничего не происходит. Транспорт прям держит. Вот, держит, серьезно. Его прям держит. Ну, вот, у поверхности. Он прям, вот, у меня вообще... Прям нереально стабильный. Ха-ха-ха. Забавно. В общем, здесь какой-то... Вот у меня такое ощущение, что здесь в блоках прописаны сразу изначально какие-то параметры, которым они придерживаются. Какой-то тяги, подъемной силы, в данном случае с крыльями. Потому что вы видели просто ни с того ни с сего, с чего скорость разгоняется, с чего самолет разгоняется. Он должен от турбины разгоняться, от которой я даю газ, да, а не непонятно от чего. А здесь оно именно непонятно от чего разгоняется. Ребята, я, конечно, еще раз не претендую на какое-то звание авиастроителя и тому подобное. Я не умел и не умею делать самолеты и никогда этому, наверное, не научусь. И хочу попросить вас, ребят, научите меня, как строить самолеты, но не в комментариях. Присылайте свои версии самолетов из этой игры. Я с удовольствием их оценю, с удовольствием на них полетаю и с удовольствием о них расскажу всем. Ваши комментарии теоретические, как оно должно быть, не считаются. Вы не играли в эту игру. Точнее, если вы не играли в эту игру и вы даете мне советы, это все идет лесом. Ну и такое, я должен попытаться взлететь на этой ракете. Ух ты ж, ёл, ребят, а вот так вот намного лучше управляется. Вот так вот, без крыльев, на самом деле, смотрите, намного лучше управляется. То есть я могу... Воу, воу. Серьезно, что ли? Вот, если бы меня не переворачивало, то в принципе... Ах! То в принципе... Аааа! То есть я бы мог... Аааа! Долететь! Я почти долетел! Аааа! Черт, черт, черт! Ух ты ж, ёл! Ребят, в принципе, можно нормально летать. Охо-хо-хоу! Полет удался! Черт! Ну, я же лечу, лечу. Да, это сложно управляемый полетом назвать. Точнее, сложно назвать управляемым полетом, но... Более-менее я направление могу менять. Эээээ... Блин, мне сразу, знаете, появилась мысль построить какой-нибудь... Звездолет типа из Звездных Войн, да? То есть... Типа такого что-нибудь. Так, я вот немножко расширил двигатель, чтобы... Блин, да черт возьми! Это реально управляемый... Прямо практически управляемый полет. То есть я могу направление в высоту, по крайней мере, делать. Вот меня начинает опять же разворачивать. А я же креном управляю, да. Оп-оп-оп-оп-оп. Очень тяжело видеть, куда... Эээ... Куда ты лечишь. Это вот вообще прям проблема. Нет! Черт, опять меня развернуло! Черт, опять развернул! Ээээ... Давай выпрямляйся! Нет! Нет-нет-нет-нет, только не врежься! Ааа! Ребята, все... Понесло меня! Черт! Не хватает... Опять же, не хватает... Ммм... Каких-то датчиков, да? Которые бы... Показывали... Мою стабильность, да? Влево-вправо там... По отношению... По отношению земли. Ну, такое вот... Что-то... Вот... Вот такое вот строить легче, чем с крыльями, короче, здесь. С крыльями какая-то трабла здесь, потому что... Эээ... С крыльями еще не работают так бы... Так, как хотелось бы. Вот... Вот серьезно. Эээ... Я же... Я же рядом практически... Я залез на этот остров, ребятки! Как угодно называйте, но я на него залез. Да, тут, видите, ну вот... Ха-ха-ха! Оу, тут что-то какое-то, смотрите. Secret Expedition Stash. Да. Ха-ха! В общем, я не знаю, каким-то образом у меня все-таки получилось. Но здесь, видите, никаких блоков нету, ничего нету. Даже в... Креативном режиме все равно, как бы, есть блоки на карте. Но забавно, забавно. На этом я буду заканчивать. В следующей серии я попытаюсь поплавать. Потом, может быть, мы попытаемся всяческие монстр-траки сделать. И вообще какие-то, ну, машины, которые будут именно ездить, да, ускоряться там. Может быть, потому что... Эээ... Здесь у нас есть проба... Точнее, вот этот трактор Вэлл, то есть большие колеса. Плюс есть такие вот интересные механизмы, как вот соединение двух прицепов. Всяческие вот какие-то вот такие вот поворотные механизмы. Вот такие вот, такие вот роторы, да. То есть, ну... Эээ... Множество, что интересного есть, что можно пробовать. Вот пистон вот этот вот, как он работает, я немножко не разобрался. В общем, будем еще тестить. И в игре пока что на данный момент еще есть, что показать и что протестить. Но, как видите, и есть очень непонятные вещи вот с крыльями. Почему у них такая подъемная мощная тяга? С чего они разгоняются до таких безумных скоростей? Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления. Всем всего удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok